у нас сегодня темнота о дожди на там дождь не льет конечно ну так капает скажем так но очень тепло на улице такая же температура как и дома потерял так пахнет вкусно белье такая вот погода но очень и очень тепло сегодня у брата день рождения так что хэппи пёс дэй тую хэппи пёс дэй тую правда это было вчера так как видео то на следующий день выходит но все равно какая разница да ой в этом месяце вообще все где рожден мои племянные ой мои сестры двоюродный был день рождения потом у моего крестника был день рождения вчера представляете очень каждый день не рождение всех 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 вас с днем рождения люблю обожаю а еще спасибо за ваши комментарии в общем на эту елку я вешать ничего не буду вот да на нее и вешать было неудобно потому что весь этот видимо снег опадает и весь ли я что-то повесил табун без снега осталось кстати заметили цветок у в крапинку видите не просто красный а в крапинку а это обычный вот краситься я сегодня не хочу не буду поводу такая что ничего не охота иду позавтракаю и поеду на работу вообще даже нету в принципе может быть мои постоянные придут ой шоем показ декабрист уже цветает вообще я люблю дождик вот такой знаете я люблю даже вот такую серость но только чтобы знать на улице было зелено они серы серы везде дождик я обожаю ну и конечно чтобы он неделю не лил это тоже нежелательно а дождик для моего огорода о как хорош пойду одеваться и завтракать и приступим к труду встретилась стане ее мужем отдала им лотерею смеялись говорю завтра будем завтра нет воскресенье будем богатой-богатой и поедем куда-нибудь кушать самый дорогой красивый ресторан а на море шторм смотри как и смотрите какой фигашит да эти штормище такой нового ветра нет время 10 а я тут стою с вами разговоры веду у нас там прочищают канализацию но не канализацию а куда вода стекает при дожде вот вот эти вот такая большая вот такая решетка была вот этим вот это вот фигней наверное ожидают большой сильный дождь и всегда передают что но не знаю у нас знаете как у нас очень редко бывают дожди очень редко даже если вам передают то это не факт что он будет поэтому нужно что это делить на 3 я пойду работать не знаю здесь испанцы очень боятся дождя не в том смысле что боятся когда дождь они никуда не ходят вообще даже на улице не выходят некоторые даже в школу детей не вы представляете вот так вот они испугались а уж нигде а к тому что не говоря уже парикмахерской у меня заказ пришел ну с краски маляски я всегда знаете открывают и как как какой-то подарок новогодний потому что они всегда какой-нибудь подарок не положит обычно когда на краски приходят ой что это такой вот видите что там не положили что-то пахучие только я бы я бы хотела чтобы нет знаете что положили что это такое не положили что это очень интересно надо посмотреть в это а ну да они положили мне что-то что он не положили они 5 в общем буду разбирать и вот так вот чё я там показываю буду разбирать и и смотреть что там и как пахнет вкусно но я была мне таким твердым не пользуюсь я больше люблю жидкой я придумала что я буду делать с этим мылом я его буду дарить моим клиентам их пять штук но но пахнет просто обалденно прям даже знаете очень вкусно пахнет так вот она выглядит так выглядит внутри в общем пахнет вкусно и написано что увлажняет все дела такой дождик припустил смотрите пока я шла от машины до дома все нафиг промокли ну что то он как-то резво побежал мне что я сейчас расскажу в общем у тани я сегодня то не с утра встречалась но я могу уже говорила у нее курочки есть курочки позорушка куда так так да у нее курочки есть у них свой дом и в общем она мне яички как она говорит экологически чистые дала смотрите какие одно маленькое такое одно прям такое громадное видите прикольно кстати вот это вот надо ей отдать их вот покупное в принципе одинаковые это конечно малюсенькая вообще вчера когда я готовила картошку муж увидел вот сейчас буду яйцо жареный картошка я его обломала потому что у меня уже был гамбургер а вот сегодня я пожалуй позже ну разогрею картошку и сверху ему замахаю экологически чистое яйцо так что танечка спасибо тебе за яйца она еще положила смотрите эти рядма большие а эти маленькие такие малюсенькие но не курочки совсем молодые прям вот они их в этом году буквально завела но уже несутся видите так что я за нее рада все разогреваю картошку я сегодня поздно приехала с работы в общем была работа на покраске морозки все дела вот несмотря на дождь но бабушки то они завтра придут их дождь не ходят а сегодня приходили которые не бабушки которые не бабушки мне и такие есть а если вечером будет херачить что я не пойду на работу после обеда потому что я уже сто раз говорила что в дождь здесь никто не ходит никуда вообще так что может быть спортзал пойду на какой-нибудь еще занятие дополнительное запишусь не знаю надо посмотреть что у них там есть вот и чё-то тут сидит у меня пока здесь ничего нету у меня пока ничего нету такой сырой вещь такой сырой вещь два шага прошли все промокли прям дождь припустил вообще ладно буду разогревать и кушать весь день льет дождь блин мама поливчик ну вот спортивный потушился специально мне и намок твою дивизию просто ветер какой-то небольшой в общем весь день льет время ехать на работу но я естественно никуда не потому что кто в такую погоду пойдет несмотря на то что у нас скоро будут праздники там знаете на вида торжество но в такую погоду никто не вот не пойдет парикмахерскую даже об этом речи не может идти поэтому я дома останусь я записалась еще на один класс спортзал пойду на в спортзале позанимаюсь чё дома посидеть я уже знаете я человек не домашний с чарли погулять невозможно ну мне уже такая скукота берет блин что даже вообще дождь конечно люблю я думала может быть даже по магазинам пошлятся но блин и охота с зонтом переться и вот надумала пойду в спортзал железки буду гонять я вообще у меня знаете железки ну вере и все-таки гантели я их два раза в неделю на эти классы хожу ну вот сегодня третий раз скажу а потом на сумму так что он так на тренажерах позанимаюсь самому хожу короче планы нормальные да такие другой есть я вчера без повязки ходила блин она тоже сразу без этой вся потеклась вообще этот не люблю когда мне пот на глаза льет вся и это они вот у меня видите все две сырые сейчас вот эту днису домой чтобы она высохла вот так надо еще одну купить чтобы у меня было не они очень плотно нашу такой случай они очень плотные и сохнут как бы долго тапки мои сохнут и рыба моя там такая сладкая тиму и зайтик такой такой вот погоду показать решила время 5 а у нас прям вот не переставая льет и льет и льет ну как льет нормально так идет дождик мой огород поливает а если всем своим клиентам рассказывала какой у меня огород хвалилась можно сказать и как хорошо что идет дождик чтобы полить мой огород они таки да я говорю да у меня там укропчик лучок и салат в общем похвалил вот такая вот у нас погода завтра обещает поменьше дождя но также а воскресенье уже все воскресенье уже солнышком так что пойдем лежать дальше чай пойду поставлю с медом вот кстати какая погода видите 17 градусов на улице и 17 градусов дома но блин 92 процента влажности дома 76 короче что на улице что дома почти погода одинаковая какой прогноз у нас сегодня милый да благо что в испании но не в испании конечно я за всю испанию не говорю я говорю про наш регион у нас вот таких дней найти на по пальцам можно пересчитать между тем чтобы взять машину и пойти пешком выбрала пати пешком потому что потом парковку хрен найдешь в общем и и можно машину ставить тоже в 3 9 за 3 9 земель в общем пешком бои страдают ветер как мэри поппинс полечу блин в общем это на улице то тепло в принципе то но вот дождик идет классно я там он сумочкой куртка это у меня непромокаемая мужа тоже пыталась чтобы у меня типа это намекала отвези отвези а он тоже с парковкой не хочет это заморачиваться сегодня не все дома поэтому все везде занято никто никуда не идет полет какой ветер порывистый скажем так но ничего позанимаюсь надоело дома лежать я уже сто раз говорила что я человек абсолютно не домашний поэтому думаю ну его нафиг чарли сходила это наверх в туалет и пришел весь такой мокрый муж говорит зачем ты его купала его его не купала в туалет сходил ой не могу поэтому говорю записалась на занятие лучше в спортзале пару пару или три часика по посижу чем дома природа нет плохой поглубий раздевалки совершенно одна оставила зонт при входе там ведерко поставили проблем не в том что его кто-то сотрет а проблема в том что я могу идти без него и забыть его здесь воздеть то его никто не возьмет но забыть я могу в общем дошла без приключений на улице тепло вообще знаете классно если бы не ветер вот этот порывистый было бы зашибись и никого нету нет но у зале там есть если вы не взяла повязочку правда она немного влажная ну ничего страшного в общем пошла я заниматься скульт привет дождь вроде бы как закончился вот после дождя валяется вот такие вот зонты сломаны я свой не забыла взяла все иду домой так позанималась хорошо в сауне посидела дети у нас там елка наряжена так вот ход вообще никого уже нету класса слепота на сумбе было вообще очень мало народу я напарилась морда вся горит но на улице очень тепло даже можно чуть-чуть стегнуть а то я прям задушила себя думал дождь идет но пасмурно фу посидела прям так она такая на кочегаренная была скайс прям я себе сделал еще это пилинг на лица в общем готовлюсь к праздникам а как же иначе правда мочалочку забыла без мочалочки ну да ладно в общем сейчас приду домой чайку попьем и отдыхать буду сейчас но завтра готовить еду в общем здесь обжариваю лук быстренько вот потом добавлю сюда вот эту спаржу и горошек попельчу посолю и в конце добавлю хамон такой мне уже нарезанный и будет вкусняшка у меня будет рыба это типа гарнира будет вот рыба достала там уже лосось разморозился а на завтра еще варю себе мультиварки кашу пшенную хотела рисовую оказывается круглого риса у меня нет такой пропаренный их длинные нехорошие каши не получают на утрочек мне захотелось каши вообще обожаю все каши поэтому вот так пока не видно на завтра будет мне кажется завтра народа будет но у нас все дождик еще идет представляете я вот с вами поговорила выключи когда если из спортзала вышла выключила камеру и дождь пошел вот так не стильный такой но нормальный такие вот пироги у нас на завтра будут горошек для учетка павла скопался мне вот замороженный горошек сейчас надо его израсходовать и спаржа батарейка садится так что буду с вами прощаться что у меня получится вы увидите завтра подписывайтесь пишите комментарии что-то у меня мало комментариев чего не пишите может быть еще придумать какой-нибудь влог такой вот с этими как это называется сравнениями не что-то не охота ничего сравнивать да тем более что я могу сравнивать ничего не сравнивать так что пишите пишите я всем отвечу вам самого на уши всем